В Сочи завершился Международный фестиваль молодежи. Среди ярких впечатлений, огромного количества участников и событий, которые происходили в эти дни на юге нашей страны, не потерялась. И тамбовская делегация, и ее участниками, конечно, как только они вернулись из поездки в нашу студию, мы не могли не пригласить для того, чтобы узнать впечатления о Всемирном фестивале молодежи буквально из первых рук. Это «Качество жизни» с Ольгой Трофановой. Мы начинаем. Сегодня у нас в гостях. Это педагог, преподаватель, но сегодня Женя у нас как участник Международного фестиваля молодежи, Всемирного фестиваля молодежи, если точно называть это событием, Евгения Иванова в нашей студии. Евгения, добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы меня снова пригласили в студию. Мне есть чем поделиться и рассказать о событиях фестиваля. Более того, по настрою я поняла, что вам еще и не терпится поделиться, поэтому я думаю, что вот сейчас, пока эти эмоции еще не улеглись, не остыли, у нас будут они самые свежие ваши впечатления. Евгения, но мне все-таки потребуется вернуть вас на какое-то время назад, потому что, наверное, у всех возникает такой резонный вопрос, как стать участником такого масштабного, такого яркого, интересного события. Вот что вам пришлось сделать, какие процедуры, может быть, пройти, какой-то конкурсный отбор для того, чтобы туда попасть? Конечно, отбор был, он был многоэтапным. Помимо регистрации, заполнения анкеты, участники писали эссе о том, чем они могут быть полезны на фестивале, каким опытом могут поделиться. А как вы нескромно себя презентовали? Я рассказала о своих достижениях в сфере образования, о том, как я преподаю уроки, какая методика мной используется, о том, что я стала автором образовательной игры и каким опытом я могу поделиться с участниками. После этого был еще один этап. Мы записывали видео-визитку. В течение минуты нужно было ответить на множество вопросов. Конечно, минуты не хватало, но мы постарались максимально хорошо это сделать, каждый из нас. Действительно были отобраны, мне кажется, самые активные, самые творческие, талантливые. Может быть, прозвучит с моей стороны не очень скромно, но мне очень приятно, что оказалось... Прошли этот отбор, поэтому скромничать нечего. В числе тех, кому посчастливилось участвовать. Как нам позже стало известно, из региона было подано 800 заявок. А поехало? А поехало 63 человека. Евгений, и вот вы оказываетесь там. Ну вот первое впечатление, вот как его можно вообще собрать, да, из чего оно складывается? Это что? Это люди, это место, это событие, это атмосфера. Вот что самое первое, самое яркое? Уже когда мы вышли из поезда, нас встречали волонтеры, одеты в фирменную одежду, с улыбкой, нисходящей с лиц. Вообще, я искренне восхищаюсь волонтерами, которые трудились на этом фестивале. Их было 5 тысяч, а участников было 20 тысяч. 10 из иностранных государств, 10 из России. Эти люди дарили улыбки каждому участнику в течение всего дня. Помогали, консультировали, провожали. Искренне благодарны тем, кто принял участие. Конечно, когда мы приехали в Сочи, уже не терпелось получить заветный бейдж. Потому что без него пропуск на территорию фестиваля был невозможен. Вот я сейчас хотела бы его показать. Мелочь, но которая открывает перед тобой все двери. Вообще, у нас сегодня в студии очень много всего. Я думаю, что вы нам расскажете, что это. Да, вот такие бейджи получали участники. С фотографией, с карточкой, ну и с местом проживания. Расселяли нас в отеле. Мой бейджик уже украшен значками. Вот я читала, что это такая традиция была, да, обмен этих значков. Да, значки – это не только память о событиях, которые происходили на фестивале, но и о людях, с которыми мы встречались, с которыми мы знакомились. Вот вы нам подробнее расскажете о каждом. Евгений, вот сейчас, перед началом уже беседы в студии, вы уже начали рассказывать о том, как проходила ваша жизнь во время этого фестиваля. И сказали, что вот все-все-все-все-все, что там происходило, вот сейчас вспоминается как один большой и очень насыщенный событиями день. Но при этом, если вы будете рассказывать, вот как, из чего состоял каждый день, да, чтобы людям было понятно вообще, как это фестиваль. Потому что мы же видим самые крупные мероприятия. А вот как живут участники? Что они успевают посмотреть? Что они успевают сделать в течение дня? Вот ваш день на фестивале, из чего он состоял? Каждое утро начиналось с зарядки. В 7.30 мы уже стояли на главной площади, на территории своего отеля и ждали кого-то из олимпийских чемпионов, которые проводили для нас зарядку. Каждый день это были разные спортсмены. Каждый проводил зарядку в своем собственном стиле. Кто-то уделял время бегу, кто-то, наоборот, приседанием, кто-то отжиманием было. И такое мы стояли в планке. И все это с большим удовольствием. И все это делали и иностранные участники, и русские. И в таком настроении, в таком единении начинался наш день. Дальше. Куда вы отправлялись? Была какая-то программа? Или можно было выбирать, допустим, есть какое-то количество мероприятий, и вы сами для себя решаете, ну где вам будет интереснее? Конечно, программа была известна заранее. Каждый день еще раз уточнялось накануне всех этих событий. Участник мог запланировать, какие события ему было бы интересно посетить. Но, судя по нашему опыту, планы не всегда работали. Потому что, приходя на территорию Сириуса, на федеральную площадку, каждый из участников находил непременно что-то интересное для себя. Еще сверх того, что запланировал. Да, помимо плановых мероприятий, были еще мастер-классы, были конкурсы, были разные активности, в которых можно было принимать участие и получать за это подарки. Вот хотя бы в нескольких словах, что вы успели посетить, в чем себя попробовать? Часть мероприятий, которые мне удалось посетить, можно посмотреть в паспорте, который получал каждый из участников. И теперь он вам напоминает, если вы вдруг забудете, где вы были. Да, такая компьютеризированная фотография. Искусственный интеллект создавал портрет каждого из участников. За активность мы получали печати, наклеечки, и потом можно было их обменивать на призы. Но мой паспорт не настолько богат, как хотелось бы. Это не было целью, наверное, получения всех этих наклеек. Мне было... Ну, давайте хотя бы вы открываете на любой странице и произвольно нам рассказываете, о каком мероприятии. Я хочу, чтобы вы паспорт снова взяли в руки, да? И вот прям, знаете, как гадание на книге, допустим, в любую строчку. И что это за мероприятие, которое вам далось посетить? Ну, я могу предложить вам, например, открыть любое. Здесь были и выставки, и музеи, и создание оригинальных вещей. Мы... Наша делегация из Тамбова расписывала футболки. То есть это была аэрографика. Впервые мы попробовали вот такой стиль необычный. И каждый уехал с, собственно, расписанной футболкой. Были образовательные мероприятия, помимо развлекательных. То есть еще и профессиональный свой опыт могли прокачать немножечко. Важно посетить такие события. Евгений, я понимаю, что это же не только события, не только отметки в паспорте. Это еще огромное количество людей. И многие люди едут именно за этим опытом общения. Вот для вас такие яркие, интересные встречи с кем? Кто эти люди? Вот можно прям подробнее рассказывать о тех замечательных встречах и знакомствах, которые сложились у вас на фестивальной площадке. Наверное, самое удивительное, что в день перед глазами появлялись тысячи и тысячи разных людей. Разных культур, разных национальностей, разных характеров. Разные даже по своему внешнему облику. Очень хотелось делать комплименты участникам, которые приезжали в национальных костюмах. Это было очень красиво, очень интересно. Хотелось разглядывать, хотелось узнавать о традициях. А почему именно такой цвет выбран? А почему именно такой фасон? Это был действительно праздник. Это фестиваль не просто молодежи, открытый к диалогу, но и обмен опытом, культурой, ценностями. И, кстати, каждый день на фестивале был посвящен определенному смыслу. Смыслу? Какие-то дни посвящались семье. Один из дней был посвящен дружбе. 5 марта прошло самое крупное спортивное мероприятие, объединяющее всех участников фестиваля. Вот все несколько тысяч. Да, это был забег навстречу друг другу. Русские участники бежали навстречу к участникам из других стран. Мы пробежали километр. И в определенной точке, когда мы сливаемся в одну большую команду, обмениваемся объятиями и бежим оставшийся маршрут все вместе. Да, это событие для меня стало одним из важнейших. Это эмоции, вот почему из важнейших? Ну, казалось бы, что вы сделали, кроме того, что прибежали? Но я понимаю, какое количество впечатлений дарит вот этот момент. Здесь главное было не соревнование, не прибежать быстрее всех и доказать, что я лучший. Здесь было важно поддержать того, кому бежать сложно. Кто пришел просто для того, чтобы поучаствовать, познакомиться. Здесь, мне кажется, проявлялись больше человеческие качества, нежели какие-то спортивные умения. Евгения, вот вы стали говорить о том, с одной стороны, забег это такое, с одной стороны, очень понятное. Это спортивное мероприятие. С другой стороны, когда вы стали рассказывать, в нем какой-то есть очень глубокий символический смысл. Потому что и российские, и иностранные участники бегут навстречу друг другу. Вообще, ведь очень много уже говорилось потом и после каких-то мероприятий, которые заканчивались на фестивале. И сейчас, когда мы пытаемся подытожить то, что происходило в эти дни, о том, что это, в принципе, как раз и было движение навстречу друг другу. Россия и страны, там ведь были и представители и дружественных стран, и те страны, которые сейчас, ну, по крайней мере, в своей официальной внешней политике не очень настроены к России. Но их участники демонстрировали совершенно другое. Вы сами почувствовали, вот вы, как человек, как гражданин России, вот этот интерес к себе, этот интерес к нашей стране, к нашей культуре, к тому, что у нас происходит. Вот что говорилось уже между людьми. Конечно, было приятно, что иностранцы очень интересуются жизнью в России. Им здесь нравится, им здесь рады. Русский человек, он доброжелателен по своей природе, он открыт. И Россия в целом готова к диалогу с другими странами. Мы не изолированы, мы не закрыты, мы готовы нести свои ценности в массы, мы готовы рассказывать о своей культуре. И готовы встречать тех, кто доброжелательно настроен к нашей стране. И, конечно, хочется созидать. Вот этот фестиваль был направлен как раз на созидание, на налаживание отношений между людьми. Вне зависимости от их национальности, возраста, пола, вероисповедания. Это все осталось за пределами дружбы, которая завязывалась на фестивале. Евгения, вы делились с историями, которые происходили в вашей жизненной фестивале в социальных сетях. И я помню, что один из самых интересных моментов, вы его для себя отметили, это встреча с человеком, как вы его назвали, с ветераном вот такого молодежного фестивального движения, с человеком, который еще в первом фестивале, который проходил в Советском Союзе, принимал участие. Вот как это было, что рассказывает человек, и для него вот эти вот трансформации молодежного фестивального движения, какие они? Очень неожиданно было встретить серебряного волонтера, ветерана молодежных фестивалей. То есть он приехал в качестве волонтера. Да, он посетил уже четыре молодежных фестиваля, начиная с самого первого, который проходил в Праге в 1947 году, в послевоенные годы. Интересно было пообщаться с ним. Это Виктор Шутов, человек, который приезжает на фестиваль не потому, что это интересно, а потому, что для него это важно. Он собирает историю этих фестивалей, планирует защищать докторскую диссертацию. Он сам свидетель истории, да. Да, это было приятно. Он собирает все газетные статьи, все видеозаписи, которые уже появились в более позднее время, собирает все записочки, оставленные участниками прошлых лет, открытки, значки. Он все это коллекционирует. Мне кажется, из его коллекции уже можно открывать целую музейную выставку. И он, кстати, заинтересовался рисунком. Может быть, со временем это действительно и станет музейной выставкой? Очень хотелось бы войти в историю. С нашей делегацией он общался очень тесно. Очень интересовался, что за рисунок на толстовках, в которых мы приехали. Вот мы можем показать сейчас, да. Это вот такая униформа, скажем так, тамбовской делегации. Вот здесь и пчелы, символ нашей Тамбовской области, и волк. А что еще? Мичуринские яблоки. Да, Тамбов как аграрный регион здесь представлен. И, конечно, тамбовская вышивка. Традиционная тамбовская вышивка. Вот, Евгений, у нас вообще очень много всего. То, что вы принесли сегодня с собой в студию, да, я так понимаю, что это и одежда, которая выдавалась участникам, потому что это то, что отличало, да, участника от волонтера. И участника, наверное, когда он выходил куда-то в город. Это то, что теперь будет для вас такими памятными вещами. Что еще вы сегодня принесли в студию? Ну, вот я вижу сразу Чебурашку, да, это то, что стал символом и официальным, наверное, и не очень официальным символом фестиваля молодежи. Хотелось, конечно, рассказать и о том, почему здесь он появился. Чебурашка был символом Олимпиады, которая проводилась в Сочи, и стал символом дружбы на фестивале молодежи. Чебурашка получил каждый из участников. И в назначенный день, в назначенное время под выступления отечественных артистов произошел самый массовый обмен Чебурашками. Русские участники обменивались с иностранцами, ну, или с представителями своей делегации, которые чем-то запомнились. Ну, у нас есть возможность показать. Вы же принесли с собой в студию целую коллекцию открыток, и я так понимаю, что они не просто так. У каждой из них есть своя история, есть свой, ну, не адресат, да, а человек, от которого она к вам пришла. Открытки дарили и участники, и организаторы. Каждая открытка связана с каким-то событием. Проходили конкурсы. То есть там и виды России я успела немножечко посмотреть, да, и показать нашим зрителям. Вот смотрите, например, да, тут ледокол, тут виды, это Алтай, это Красная Поляна, это русский балет, знаменитый на весь мир. То есть открытки, которые связаны с путешествиями по России. То есть тут вот чего только нет. Мы так даже если бегло начнем показывать, да, это какие-то авторские работы, иллюстрации. Вот, и они тоже связаны с путешествиями по России. Это у нас озеро Красное, село Бала, гора Балашиха. То есть вот огромное количество всего интересного, и каждая, я понимаю, что это отдельная история, и отдельный такой уголочек в памяти теперь вашей занимает. Вот такие открытки, которые нам подарили друзья заповедных островов. Это целое экодвижение. которое занимается популяризацией экологичного отношения к миру. Они представляли на фестивале свои научные разработки, свои образовательные разработки. Вот это для меня было особенно ценно, потому что они являются еще и создателем игр. А я с недавних пор тоже очень увлеклась этим. Евгения, вот вы сейчас показывали то, что вы привезли с собой с фестиваля, но в материальном плане, да, то, что вот такое вот воплощение ваших воспоминаний, да, то, к чему вы будете возвращаться, бережно пересматривать, вспоминать. А ваше внутреннее наполнение, да, какие-то новые знания, какие-то новый опыт. Вот сейчас приходит время анализировать то, с чем вы приехали. Вот что из того, что вы узнали, попробовали, чему научились, что увидели на фестивале, пригодится вам в вашей дальнейшей жизни, развитии, профессиональной работе, может быть. Безусловно, это колоссальный опыт. Участвую я во всемирном фестивале впервые, да и вообще в мероприятии вот такого масштаба. Здесь, наверное, должно пройти больше времени, чтобы это все осмыслить, чтобы это разложить по полочкам в своей голове. События происходили с такой скоростью, с которой, ну, просто, наверное, нереально было их посетить, но мы смогли. Чтобы это понять и сделать выводы, что удалось сделать, что можно было сделать, но мы не успели, а что пригодится в дальнейшем. Вот для этого должно пройти больше времени. Ну, это обязательно произойдет. Евгения, вы как-то общаетесь вот с теми людьми, с которыми вы познакомились? То есть такое, мы говорим сейчас о послевкусии, да, вот для того, чтобы понять, что фестиваль дал вам, должно пройти какое-то время. Но я так понимаю, что связи, контакты, тем более при современном развитии интернета и социальных сетей, они же позволяют поддерживать те отношения. То есть то, чего не было, может быть, у участников самых первых фестивалей, у вас это все есть. Удается? Конечно, фестиваль — это прежде всего люди. Знания и опыт — это уже дело второе. Мы обменивались контактами и с русскими участниками, и с иностранцами. Периодически прилетают в чат фотографии с разных-разных уголков мира. Пожелание доброго утра, хорошего дня. Что происходит сейчас в жизни каждого участника, когда мы из такой яркой, активной жизни, полной концертов, полной образовательных мероприятий, вернулись в будни рабочие, трудовые? Что испытывает участник, каждый из участников фестиваля сейчас? Конечно, мы обмениваемся и впечатлениями, и пожеланиями, и фотографиями. Евгений, я хочу поблагодарить вас, конечно, за то, что вы нашли время и пришли в нашу студию поделиться самыми свежими впечатлениями. Может быть, мы еще спустя время вернемся к этой теме, именно потому что, как вы говорили, все должно уложиться, систематизироваться, осмыслиться еще раз, потому что действительно такие события не проходят бесследно. Я еще раз благодарю вас за то, что вы пришли рассказать об этом. Это была программа «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok